Дорогой, ты мне что, изменил? Да, но в силу непреодолимых обстоятельств. Каких еще обстоятельств? Но она очень красивая. Как зовут вашу вторую половину? Это не половина, а треть. Жена в командировке. Неверная жена два часа убеждала мужа в том, что под кроватью завелся бабайка. Муж мне так изменяет, так изменяет, что я даже не знаю, от кого у меня дети. Ты какое желание на Новый год загадал? Стать более успешным. То есть ты хочешь более успешно лежать на диване, чем лежал в уходящем году. Как можно жить по-человечески, если каждый год это год какой-нибудь скотины? И помните, что сентябрьские дети плоды удачного Нового года. На всех женщинах жениться невозможно. Жена против. Жена мужу. Вот забирай, я тебе пять пар трусов купила. Теперь тебе хватит на всю жизнь. Муж, что-то ты мне короткую жизнь намерила. Или я что-то не знаю. Когда женщина ругается матом, это некрасиво. А когда она работает на двух работах, а муж лежит на диване, вот это красотища. Со своим мужем Роза Марковна прожила не очень-то ладно. Зато какая из нее получилась давая. Главное в семье правильно распределить обязанности. Муж выносит мусор, а жена мозг. Супруги, не заглядывайте в телефон друг друга. Помните, меньше знаешь, крепче любишь.